Зачинщиков у нас было много, как говорится. Но основное, вот, взяли руководство свои в руки и вперед из песни, как говорится. Ну, согласование было долго, уговаривали многих. Процесс вообще уговоров, наверное, длился года два. Все на собрании, или там, вот вечером, когда с работы люди идут, останавливали, иди сюда поговорим. Первая реакция у нас была, что у нас и так теплый дом. Да. У нас тепло было довольно. Мы живем на пятом этаже, у нас были батареи хорошие, двойные. Но потом мы решили, что все-таки, да, посмотрели, какой процесс будет этой реновации, что нам будут менять все старые трубы, крышу, потому что крышу было не очень делать, нам реновировать, по-новые делать, менять стояки, которые были в ужасном состоянии, то мы сразу согласились. Нам повезло, о реновации здесь говорили уже очень давно, и большая часть жителей действительно была за. Тех, кто не был, мы убедили. Мы обращали внимание на энергоэффективность и коммуникации. Весь процесс от идеи до торжественного открытия занял больше четырех лет. Это большая работа наших активистов и индивидуальные переговоры. Мы работали с каждым, объясняли. Так что нам, наверное, повезло, что дом небольшой. Но сейчас результат есть, и это главное. Инесса теперь будет ежемесячно платить 45 евро. Это цена кредита, на который дом утеплился. Но, учитывая нынешние счета за отопление, реновация окупится быстрее, чем рассчитывали. Я батареи еще не включала. У нас включено отопление в доме, но у меня в квартире тепло. Это чувствуется, потому что в прошлые годы, в октябре, мы уже ставили колориферы, потому что было ужасно холодно. Так что жильцы дома могут считать себя счастливчиками. Успели заскочить в последний вагон, а кто-то еще не смог или не захотел. Сейчас у нас 44 проекта на разных стадиях развития. Но мы видим, что 2-3 года назад проектов было больше. Просто из-за того, что строительство стало дороже, еще до подорожания энергоресурсов, часть домов успела отказаться от реновации. Сейчас из-за ценной ресурсы мы видим, что интерес очень большой. И в конце этого года, в начале следующего, начнется новая программа поддержки «Алтум». В целом же в стране за все время программы поддержки «Алтум» полностью утеплились 353 дома. При этом всего около тысячи подавали заявку. Так что остальные дома уже строятся или к этой стройке подготавливаются. Процесс этот, я бы сказал, сейчас стал еще сложнее. Поэтому мы все время просим сделать его легче. Нам сложно реализовать реновацию, как руководителю проектов, а жителям сложно собраться и принимать решения. В Риге 6 тысяч домов, из них большая часть не утеплена. Поэтому нам нужны такие истории успеха, чтобы показать, что это возможно. Теперь налог на недвижимость у вас будет гораздо меньше, потому что дом утеплен, скидка 90%. И само имущество теперь, конечно, стало более дорогим и востребовано. Однако жильцы не собираются останавливаться на достигнутом. Следующая цель – это подъезд. Так что впереди снова будут собрания, уговоры и согласования. Евгения Копылова, Артем Кочарян, Русалоса.